Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в четверг, в день отдания праздника Крестовоздвижения, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 16 по 22. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона Отца Александра. Во время оно, прииде Иисус в Назарет и дежебе воспитан, и в ниде по обычаю своему в день субботный, в сонмище и в остачисти, и даши ему книгу Исаии пророка, и, разгнув книгу, обрети место, и дежебе написано «Дух Господень на мне, его же ради помазами облаговестите нищим, послами исцелите сокрушенное сердце, проповедайте плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенное в отраду, проповедайте лето Господне приятно, и, согнув книгу, отдав слузе седе, и всем в сонмище очи беху зряще нань, и начат глаголоте к ним, як однес бысть с описания сиева уши вашею, и вси свидетельствовах у ему, и дивляху сёслове сех благодати, исходящих из уст Его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать «Лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили «Не Иосифов ли это сын?» В строке сегодняшнего евангельского чтения дорогие братья и сёстры повествуют о том, как Господь наш Иисус Христос, придя в свой родной город Назарет, по обычаю в субботний день вошёл в синагогу, где ему предложили взять на себя чтение из книги пророка Исаии. Господу подали книгу, представлявшую собой пачку листов, обвёрнутых вокруг скалки и завязанную шнуром. Писали в то время только на одной стороне листа. Такие свитки ставились в особый ящик, причём головки и скалок были все наверху, и на каждой было написано название священной книги, так что их легко было находить при надобности. Слова, которые прочитал Господь, относятся к первым двум стихам в 61 главе книги пророка Исаии и звучат так. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Александр Павлович Лопухин поясняет, «Конечно, под летом понимается мессианское время спасения для израильского народа и для всего человечества». Замечательно, что в этом пророчестве Исаии содержится обозначение всех видов помазания, существовавших в Ветхом Завете. Во-первых, пророческое помазание обозначено словами «благовествовать нищим, исцелять сокрушённых сердцем». Во-вторых, царское – проповедовать, возвещать пленным и так далее. Все прерогативы царя, которому предоставлено везде право помилования. И в-третьих, первосвященническое – проповедовать лето, так как наступление юбилейного года возвещали священники по приказу первосвященника. Таким образом, Христос есть пророк, царь и первосвященник. Господь окончил чтение отрывка из книги пророка на словах «Проповедовать лето Господне благоприятное». И в этом мы с вами видим глубину любви нашего Спасителя, который готов принести каждому слушающему Его благоприятное лето, то есть удобное, хорошее время для нашего спасения. Святитель Феофан Затворник пишет, «Господь не возвестить только пришел о лете приятном, но и принес его». Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай, пока будет существовать настоящий порядок вещей, но она есть и будет поприщем приготовления к райской жизни. Начатки ее полагаются в душе, возможность сему в благодати Божьей. «Благодать же принес Господь наш Иисус Христос, принес, следовательно, для душ лето приятное». Необходимо отметить, что в русской синодальной Библии в словосочетании «лета Господня» оставлено без перевода славянское слово, буквально означающее «год». В библейском контексте речь идет о времени, называемом «день Господень». Это время, когда Бог посетит народ свой, то есть пошлет давно ожидаемого Мессию, который, в отличие от всех пророков, является не только проповедником истины, но самой истиной, искупителем, единственным имеющим власть прощать грехи на земле. Борис Ильич Гладков замечает, доказывая за тем, что Писание это действительно исполнилось, призывая своих слушателей к покаянию, давая им новую заповедь любви и вообще разъясняя им, что надо разуметь под царством Мессии и царством Небесным и какими средствами можно достигнуть того и другого, Иисус, казалось бы, не оставил в своих слушателях ни малейшего сомнения в том, что Он есть тот давно ожидаемый Мессия, о Котором говорили все пророки. «Господь пришел в мир, чтобы принести радость от общения с Богом и мирное состояние Духа, освободить людей от тяжести греха, благовествовать о победе над врагом рода человеческого и о наступлении вечного Царствия Божия. Но только тот, кто слушает Господа и исполняет все заповеданное им, получает благодать благоприятного лета Господня. И это, дорогие братья и сестры, совершается во всех искренне верующих и действующих по вере. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...